Будет ли восстановлен Мариуполь? Почему людям раздают сертификат из-за разрушенное жилье вместо того, чтобы предоставить целое? Зачем риэлторы из Донецка едут в Мариуполь? Чем занимается партизанское движение в городе? Смотрите в этом видео. Партизаны в Мариуполе перешли к активным действиям. Группа сопротивления Немезида устроила пожар, который пророссийские власти не могли ликвидировать. Кто-то развесил желто-голубые ленточки на заборе в центре города, хотя преследование людей с проукраинской позиции не прекращается. В районе квартир, домов, там где мы все проживаем, системно каждый день приходят патрули, военные с комендатурой. И даже если ты попросишь человека прийти, скажем, забрать вещи из дома, и его застанет дома патруль, его арестовывают сразу за связи с Украиной. Существующий человек пропадает. Поэтому режим там достаточно жестокий. Анонсированная выдача паспортов в Мангуше не увенчалась успехом. Люди за ними просто не едут. Большая стройка сводится к одному дому, а ремонт проходит по странной схеме. Например, в домах, где стояли качественные стеклопакеты, которые ставили в том числе по программам Мариупольского муниципалитета, снимают и ставят дешевые российского производства. Куда держатся наши стеклопакеты, непонятно. Наверное, наиболее эпичным на Владимирской селе разбитый дом, разбитая квартира, и никто не живет. Зашли и поменяли все радиаторы отопления. Вот это все, собственно, восстановление на сегодняшний день. Я знаю, что в некоторых домах, где живут мои знакомые, там вот сейчас ставят окна, двери. Больше ничего, сказали, делать не будут, но это так вот, там, где это возможно. Мариуполь и Петербург пророссийские власти два месяца назад объявили городами-побратимами. Цинизм ситуации и инициаторов такого братства, похоже, не смущает. Оба города в свое время пережили блокаду. Только Ленинград пострадал от немецких захватчиков, а Мариуполь – от российской армии. Разрушенный украинский город якобы восстанавливают петербургские строители. Вот только что и для кого строят, никому неизвестно. Информация засекречена. Местные так называемые власти заявляют, что строительные работы будут оплачиваться, в том числе из бюджета Петербурга, через фонд «Победа», который не отчитывается о своих тратах. А у питерского подрядчика нет ни сайта, ни телефона. Мариупольцам, которые остались без крова, вместо разрушенного жилья обещают неденежные компенсации или новые квартиры. А счастливить людей решили сертификатами, листками бумаги, на основании которых, возможно, в будущем что-то выплатят. Советник легитимного мэра Мариуполя называет это аферой. И вот это либо, оно очень важно, потому что денег, мы понимаем, в так называемой ДНР нет, в бюджета нет. Либо это какие-то экономически депрессивные регионы России, которые вряд ли кто-то поедет. Поэтому, по сути, это такие фантики, которые разводят для самого успокоения. Наверняка будут с этим связаны последующие афер, какие-нибудь будут выкупы и обмены на какое-нибудь элитное жилье в Москве. Неспроста в Мариуполе появилось много риэлторов из Донецка. В Мариуполе выискивают хоть что-то уцелевшее, чтобы продать за любые деньги и заработать. Тем временем мариупольцы вынуждены обустраивать себе квартиры в уличных беседках. Да, слава богу, наше жилье уцелело. И квартира, и гараж, все целое. Там сейчас живут наши родственники, потому что все-таки нежелательно оставлять свое уцелевшее жилье без никого. Продукты в городе купить можно, но было бы за что. Работы и денег нет. А те, кому удалось найти вакансию на стройке или в городской службе, получают в среднем эквивалент 6 тысяч гривен в месяц. На эти деньги не прожить никак. Это при том, что для мариупольцев сделали бесплатный проезд в транспорте, и они не платят за коммуналку. Люди снимают деньги с карт, с украинских карт, но это сумасшедшие проценты. Я знаю, что в последний раз эти проценты были 25% за снятие. Цены на продукты в два раза выше, чем на подконтрольных Украине территориях. Например, литр воды в магазине стоит от 2,5 до 4 гривен. Ходят и гривны, и рубли, но некоторые магазины отказываются принимать украинскую валюту. Килограмм мяса, например, свинины – это 400 гривен в районе. Кусочек масла – 200 грамм – это что-то в районе 200 гривен. Ну, все купить можно, есть все, но все очень-очень дорогое. Продукты в основном завозятся из России, из Ростова, из Донецка. Цвет, воду, интернет дали в домах, где это было технически возможно. Таких меньшинство. Мусор пытаются вывозить, но не везде. Чтобы отвлечь жителей от настоящих проблем в городе, оккупанты решили устроить рок-концерт на уничтоженном заводе «Азовсталь». Танцы на костях, где погибли защитники комбината. А идея сделать на территории «Азовсталь» и технопарк не больше, чем фантазии вице-премьера России Марата Хуснулина, который это анонсировал. Количество высыпанных российских снарядов и бомб, огромное количество минирований внутреннего со всех сторон, огромное. Поэтому там мероприятия по разминированию. Не то, что ни на один месяц, ни на один год. Кроме того, оккупанты увеличили цену на перезахоронение тел. Теперь за это надо заплатить 35 тысяч гривен. В то же время так называемые МВД и МЧС вообще отказываются бесплатно вывозить тела, умерших от естественных причин. Поэтому одинокие люди после смерти остаются лежать в своих квартирах и домах. В Мариуполе остается до 150 тысяч жителей. Из Хорошего, из Мариуполя пока еще можно выехать через Бердянск, Васильевку, в Запорожье. Только из-за сильного ливня дорогу размыло и проезд Запорожье-Васильевка будет закрыт на несколько дней в обе стороны. Делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на новости Донбасса, чтобы не пропустить важное.